В нашей стране, скорее всего, появится еще один отечественный бренд, чье название написано латиницей. Это марка VART, которую планируют выпускать бывшее российское подразделение шведской компании Electrolux. Между тем, в конце минувшего года возобновились попытки бороться с засилием торговых марок и названий, написанных не на кириллице. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму России. Наша съемочная группа пыталась выяснить, откуда у русских английская грусть. В России уже неоднократно предпринимались усилия бороться с переизбытком вывесок магазинов и названий организаций, написанных латиницей или вообще на других языках. Такие попытки делались и в 90-х, и в нулевых. Однако, если разобраться, то подобная проблема существовала и до революции, когда здания были увешаны иноязычными словами. Ведь преклонение перед заграницей пошло у нас еще с 19 века. Был период, конечно, в истории нашей страны, когда люди считали, что все западное – это априори отличного качества, хорошее, модное и так далее, и так далее. В советское время ситуация изменилась, но в 90-х тенденция любви ко всему иностранному снова вернулась. Несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки, перебороть ее не удалось. В итоге сейчас улицы и бульвары, особенно центральные, просто заполонили вывески, написанные либо латиницей, либо с использованием английских, французских, ну либо итальянских слов. У горожан это вызывает самые разные эмоции. Как вы относитесь к тому, что у нас очень много вывесок с использованием иностранных слов? Нормально абсолютно. Почему? Не вижу в этом никакой проблемы. Ну вообще отрицательно. Почему? Ну по-русски хочется. Мы россияне, и можно по-русски. Почему я должен быть против этого? Но ведь не всякий человек изучал, к примеру, итальянский, чтобы правильно прочитать, или английский, чтобы правильно прочитать вывеску. Ну... Учить, развиваться. Пожалуйста, если можно, только на русском языке. Мы россия, мы русские. Возможно, истина посередине. И всё хорошо в меру. Например, если магазин торгует иностранным товаром, причём только одного бренда, то тут сам Бог велел повесить над входом соответствующую вывеску. Вполне логично, что он называет свою точку продаж этим именем. И тем самым компенсирует себе фактически затраты на рекламу. Потому что рекламу за него делает этот западный бренд. Однако, объективно говоря, на улицах той же Твери и раньше было не очень много точек, работавших под зарубежными франшизами. Теперь же, после исхода западных фирм, их число свелось к минимуму. Чего не скажешь о вывесках с использованием латиницы. Причём без разницы, чем занимается заведение. Это вызывает удивление у ресторатора Владимира Сергеева, у которого, если величита, то это заведение именно итальянской кухни. От Белиссимо – грузинской. Мы отталкиваемся, конечно, от концепта, от политики заведения. Я иногда не понимаю, почему там в городе кто-то назвал, например, предприятие на английском языке, что-то ещё, которое вообще никаким образом не ассоциируется с этим. В принципе, потому что я думаю, что всё-таки просто из-за отсутствия профессионального подхода, наверное, изначально к бизнесу. Пока же получается, что улицы отечественных городов заполнены вывесками, которые даже знающий язык не всегда прочтёт правильно. Ведь, например, про английский филологи говорят, что там исключений больше, чем правил. Поэтому название той же новой марки, под которой будет работать бывшее русское подразделение шведского электролюкса, ещё никто не знает, как правильно читать. То ли вард, то ли вэрд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова